приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно меня зовут суходов алексей и сегодня традиционно по средам мы сергей анатольевичем проведем для вас начале начальный вебинар то есть это азбука skyway для тех кто к погружается проект skyway и далее уже расширенный технико-экономический вебинар то есть это уже пройдемся по тем новостям по тем животрепещущим темам которые волнуют на сегодняшний день я думаю многих инвесторов и волнуют и самих спикеров то есть сегодня будет такой вот именно а точный вебинар и я бы сказал и соответственно мы будем затрагивать на расширенном технико-экономическом вебинаре несколько тем несколько тем которые нам хотелось бы осветить то есть это о прошлом skyway и об актуальных наших начинающихся так скажем маркетинговых войнах мы расскажем о тех технологиях от той технологии которая также развивается направление на формирование транспорта второго уровня этот рынок очень сладкий дорогие друзья и этот пирог захотят урвать многие игроки сегодняшнего времени нашего и дорогие друзья победит и выиграет тот кто технологически будет обоснован этот кто максимально произведет экспансию соответственно в сфере развития в адресных проектах что сейчас собственно и мы делаем то есть виктор игорь и бобурин фактически не на и уже до шутки доходит то есть виктор и спрашиваешь по ты где и наверняка он не в белоруссии да где то находится и собственно в каком из отелей в какой из стран виктор находится в ту или иную неделю но остается только считать этим мелькание по странам но дорогие друзья это как раз таки не просто поездки не просто командировки это закладывание основ и базиса адресных проектов это подписать подписание соглашений это обсуждение адресных проектов и это формирование ответа на тот вопрос а когда же будут дивиденды и сколько они будут я дорогие друзья вижу постоянно очень много расчетов но хотелось бы сделать всегда ремарку что это не официально что это абсолютно но на фишал как говорится и все расчеты которые делаются по дивидендам расчеты за один за два за три это чисто мнение того человека который считает и она никак не совпадает с реальностью skyway потому что никто вам на сегодняшний день не сможет дать точного ответа сколько допустим можно получить с пакета акции и сколько будет одна акция стоить в ближайшем будущем это покажет только рынок мы с вами дорогие друзья не играем какие-то игрушки мы с вами занимаемся серьезным венчурным проектом основанным на прорывной технологии и именно прорывная технология является нашим основным продуктом именно на нее мы формируем максимально эффективное финансирование для того чтобы следовать тем этапам которые у нас намечены на сегодняшний день мы находимся на восьмом этапе из 15 и на девятый этап может произойти намного быстрее переход все зависит от притока инвестиций дорогие друзья и что я могу сказать независимо от того в какой вы стране развивайтесь старайтесь объяснять и приводить аргументы именно по тем фактам которые у нас имеются по тем соглашениям по тем странам с которыми мы уже ведем переговоры по адресным проектам и не самый лучший аргумент приводить какие-то цифры расчеты сколько же будет дивидендов никто этого не знает также как никто не знал дорогие друзья тот момент когда зарождался интернет сколько же будут стоить допустим крупнейших телекоммуникационных компаний занимающихся провайдерским соединением между городами между странами и сколько же будут стоить их акции никто не мог на тот момент этого предположить поэтому давайте пожалуйста использовать аргументы по строительству давайте использовать аргументы по нашим событиям произошедшим я чувствую за собой такую вот от ответственности пополнить документ который я веду то есть я люблю очень пошаговые действия и пошаговую работу то есть человек имеет какой-то вопрос примеру что происходит строительстве пожалуйста посмотрите презентацию по строительству там все с 29 июня с заключения договора с мариной горкой в картинках фотографиях пошагово описано и также планирую пополнить свой начатый ранее файл какие основные события у нас произошли на мой взгляд сугубо и собственно вот это вот является аргументом именно действие а не то что будет происходить на мнение насчет кого бы то ни было но дорогие друзья и мы сейчас на пороге на открытие новых возможностей новых перспектив нового технологического уклада и если вы в это не верите то задумайтесь насколько изменился лет и насколько изменился рынок эти индустрии рынок средств автоматизации рынок промышленности за 10-12 лет изменился он кардинальнейшим образом потому что появился интернет как появился интернет соответственно можно посмотреть в википедии и было создано много способов развития этого рынка именно глобальной сети интернет глобальной паутины используются различные протоколы соединения и сейчас мы максимально доступно дорогие друзья можем открыть наш ноутбук можем запустить наш смартфон живые это сеть вай фай и если допустим он связан с нашим смартфоном это называется рынок интернет вещей и кстати крупнейшие консалтинговые агентства оценили рынок интернет вещей ближайшие пять лет более чем 35 триллионов долларов а если говорить про наш потенциал то в одной из новостей вы можете примерно увидеть оценку как агентство макинзи оценила соответственно несколько другую сферу которая можно параллельно связать с сферой вывода новейшего рынка в мир это рынок транспорта второго уровня и дорогие друзья когда-то мы все помним то что персональные компьютеры были размером с шкаф потом появился закон мура микросхеме количество транзисторов каждые два года удваивались есть тем не менее размеры размеры уменьшались и сейчас вообще все сводится к созданию квантового компьютера и дорогие друзья не долго тот час на самом деле когда появятся такие сервиш по машинному обучению у меня агентство языковых переводов этот бизнес который очень серьезно пострадал от соответственно экономического кризиса в российской федерации от санкций и естественно он сейчас находится полу замороженном состоянии потому что мне более перспективно и более важно сейчас уловить тренд который был точнее уловлен он был более двух с половиной лет назад и многие я не побоюсь этого слова дорогие друзья действительно начинает максимально много проекта skyway сейчас нас поддерживают уже более 500 тысяч людей по всему миру и поэтому я хотел бы также открытие попросник который я каждый раз открывая в какой раз вы присутствуете на вводном технико-экономическом вебинаре если кто-то не успел его заполнить когда-то мы дорогие друзья находились в первый раз даже не на вебинарах на конференции вебинары только-только начинались и я могу сказать я обязательно напомню это событие на расширенном технико-экономическом вебинаре я запомнил на всю жизнь это событие это конференция живая конференция что касается меня я редко мог себя заставить присутствовать на конференции каких-то событиях компаний потому что не было веры дорогие друзья что на самом деле эти компании проживут много я имею ввиду про интернет-сферу про интернет-маркетинг и так далее и когда встретились многие люди с компании skyway то вера на стадии когда еще ничего абсолютно не было а ничего не абсолютно не было это научно-производственного конструкторского предприятия она не была организована об аренде и речи не могло идти об аренде земельного участка также и речи не могло идти абсолютно ONOIOMI более 200 высоко квалифицированных кадрах которые сейчас работают и создают технологию которую обычно создают тысячи и тысячи квалифицированных специалистов так же и речи не было и речи не было естественно о новейшей истории адресных проектов да естественно бэкграунд и предыдущая история у Skyway огромнейшая и развитие технологии, соответственно, более 39 лет, но, так скажем, контакты меняются, люди, посты также меняются и, естественно, мы используем этот потенциал наработанных уже адресных проектов, но очень важно нарабатывать то, что с 2013 года нарабатывается с начала развития системы краудинвестинга. И поверьте мне, дорогие друзья, с учетом тех фактов, что буквально за несколько минут сотни тонн бензина расходуют, соответственно, обычные самолеты не в целой стране даже и не в целом мире, а просто в нескольких городах, а если говорить, соответственно, про целый мир, это десятки и сотни тысяч тонн бензина. А если говорить про экологическую составляющую, насколько вредит самолет, это просто можно оставить без комментариев, дорогие друзья. И то, что на сегодняшний день в транспортно-логистических пробках пропадают товары, грузы, пропадают это в прямом смысле, дорогие друзья, потому что хотелось бы, чтобы мы сейчас перемещались как пассажиры и наши, соответственно, товары, металлы, руда, нефть, газ наших стран перемещались максимально эффективно, максимально быстро. Соответственно, это раскручивало маховик той экономики, которая формирует мировую экономику и формирует мировое благосостояние каждого живущего сегодня на планете Земля. Но, что касается транспортной индустрии, дорогие друзья, она застряла в прошлом веке. И если, слава богу, у нас сейчас ездят ажбаны, что не скажешь, допустим, о временах еще фашистской Германии, когда в метро, в тоннеле метро запускали на паровозной тяге метро, и люди задыхались, это вот что касается концепции и ролика одного из наших первых вирусных, что раньше люди жили в пещерах и жгли огонь в пещерах, проживали не так много времени. И потом, когда они вынесли огонь в пещерах, фактически весь этот огонь сформировался в те заводы, в те фабрики, которые на сегодняшний день очень серьезно загрязняют окружающую среду. И не случайен тот факт, дорогие друзья, что было заключено Парижское соглашение, это, собственно, через несколько десятков лет вообще после обсуждения, после того, как действительно критическую массу набрало количество экологических бедствий и катастроф, и когда действительно настало время задуматься о том, а почему же наши органы, тайфуны и так далее. Но Анатолий Эдуардович ответил на вопрос, каким образом можно изменить экологическую ситуацию на всей планете Земля, вынеся промышленность в открытый космос, ответил еще в 1988 году на Международной конференции по неракетной индустриализации космоса. А что касается развития вообще в целом, струнной технологии и струнного транспорта, все началось вообще в конце 70-х годов, дорогие друзья, и история действительно велика, история не оканчивается и не окончится еще, я думаю, лет 50-100, потому что после того, как будет достигнуто то, что Анатолий Эдуардович как инженер, как действительно основатель мощной технической инженерной школы вывел концепцию общепланетного транспортного средства еще в конце 80-х годов и встретив непонимание, то что действительно время на тот момент не пришло абсолютно построить по длине всего экватора 40 тысяч километров. Данное серьезное эстакадное сооружение на эстакаде также это основывается и вот то, что вы видите справа вверху, это сердцевина ОТС, это действительно жизнедеятельность ОТС и за счет раскрутки маховика линейного электродвигателя создается центробежная сила и, соответственно, вся эта конструкция поднимается вверх. Естественно, дорогие друзья, это сейчас звучит как фантастика и на тот момент представьте, как это звучало, что ученый с Гомеля решил сделать переворот во всей индустрии всего мира и вывести промышленность в открытый космос, когда была, соответственно, обстановка серьезная между США, между СССР, когда только-только, собственно, вот недавно в 69-м году прошли космические гонки по запуску космических аппаратов, по запуску первого человека в космос и сейчас ученый на тот момент стал говорить сакральные такие вот вещи, очень трогающие на тот момент космонавтику, что вообще концепция ракеты она не намного лучше, чем концепция лошадиной повозки, лошадиной телеги, потому что такое же количество грузов можно вывести примерно за год. На тот момент понимания не было, дорогие друзья. И будучи абсолютно логически рассуждающим с самого действия Анатолий Эдуардович стал разрабатывать концепцию, а каким образом это общепланетное транспортное средство оптимизировать до струнного транспорта, то есть абсолютно простого, использующего существующей законной физики и действительно дешевого, эффективного при строительстве, при эксплуатации транспорта и появилась концепция струнного транспорта. На тот момент это было первое поколение. Дорогие друзья, это испытание путевой структуры, это знакомство Сергея Анатольевича с Лебедем Александром Ивановичем случайно в самолете, как сегодня у нас многие знакомятся, кто на пробежке с собаками знакомится с крупными инвесторами на 330 тысяч долларов, кто знакомится просто поехав на саммит арабский и так далее и тому подобное. Действительно многое возможно сейчас открыто для наших выходов на различные контакты и для продвижения технологии проекта, адресных проектов и вас в целом как личности развития самых различных направлений именно в проекте Skyway. И в 2000-х годах Лебедь Александр Иванович, дорогие друзья, услышал, что да, действительно есть и существует технология технически обоснованная, технически подкрепленная инженерной и технической школой Юницкого. И, соответственно, можно действительно менее чем за пять лет увеличить экономический потенциал Российской Федерации в 3-4 раза и вывести Россию в лидеры. На тот момент время, дорогие друзья, абсолютно подходило, потому что мы еще недостаточно. Мы, я говорю про Российскую Федерацию, про граждан Российской Федерации, мы недостаточно сидели как страна на нефтяной игле. Было время еще диверсифицировать экономику и избежать тех процессов, тех кризисов, которые мы сейчас наблюдаем и действительно создать инновационную модель экономики, которая сейчас только приходит. Приходят примерно таким же образом, каким образом пришли к Парижской конвенции, Парижскому соглашению по изменению климата, когда уже, как говорится, не то что рак на горе свистнул, но просто прокричал, что уже пора. И на тот момент, дорогие друзья, зародилась концепция струнного транспорта в исполнении второго поколения. И с 2001 по 2009 год функционировал, стоял, никого абсолютно не трогал. Технопарк в городе озера Московской области происходили многочисленные испытания. И вот этот ЗИЛ вообще был подвижной лабораторией. Действительно, это было огромное достижение для Skyway, для Transnet. И был заложен первый нулевой километр в 2001 году. Но, дорогие друзья, еще время тогда не пришло. И сейчас мы это понимаем, осознаем, зачем это произошло. Даже после представления Дмитрия Анатольевича Медведева на Госсовете России по инновациям в транспорте в 2009 году. И после того, как планировалось выделение 1 миллиарда рублей на развитие струнного транспорта, неизвестные лица по неустановленным причинам. Это действительно вандализм всего масштаба от нашей планеты. Потому что было заторможено на несколько лет введение в строй струнной технологии, которая станет основой шестого технологического уклада. И это затормаживание всего прогресса, на самом деле, дорогие друзья, всей планеты, всей человечества. Это акт мирового вандализма. Но, тем не менее, неизвестные лица уничтожили полигон. И поэтому и называется полигон, этот технопарк, потому что он претерпел такие серьезные, действительно, боевые действия. Остался ЗИЛ. ЗИЛ более того, что нашли буквально в недавнем времени. И он будет по праву возвращен уже на новый экотехнопарк. Уже не просто технопарк, а экотехнопарк. И, соответственно, там можно будет лицезреть это достояние истории Skyway и достояние истории Transnet. И все, что не делается, как говорится, дорогие друзья, действительно к лучшему. Анатолий Эдуардович не опустил руки. И будучи инженером, математиком, физиком и много-много технических дисциплин, можно перечислять. Всякий человек, который имеет логически правильное мышление, всякий человек, который с ногтикой может рассчитать экономическую модель. И это доказал Анатолий Эдуардович. Он рассчитал модель, каким образом зафинансировать проект Skyway, уже используя технологию краудинвестинга, технологию народного финансирования. Использовать сетевое построение корпорации пошаговое, поэтапное. Было выделено 15 этапов. На восьмом сейчас мы из 15, как я уже сказал, находимся. И есть такая страна, также мы ее помним, страна, которую очень хорошо знают в Европе. Вот коллеги мои тоже со Словакии рассказывали замечательные истории про ту бедность, про ту нищету в стране Литве. И правительство, я ничего абсолютно против, не имею против жителей Литвы. Но правительство Литвы в определенный момент также затормозило развитие проекта Skyway, потому что еще на год раньше могло начать строительство экотехнопарка. И благо, что он не начался строиться в еврозоне под Daugupils, если не ошибаюсь, или сейчас это я точно не вспомню название города. Но я искренне надеюсь, что не ошибся. Если я ошибся, пожалуйста, меня поправьте в чате. И, соответственно, там не началось строительство экотехнопарка, но оно сейчас началось в Шауляй. Да, Шауляй. И, соответственно, сейчас под Мариной горке в Республике Беларусь мы реализуем то, что поддерживает уже фактически более полумиллиона людей по всему миру. Это устаревшая, я бы сказал, статистика. Давно ее не подбивали. Сколько людей всего зарегистрировано в проекте. Но активных инвесторов я могу сказать, что их достаточно много и в районе сотни тысяч людей. Для того, чтобы понимать, эти люди инвестируют буквально ежемесячно. И я сам продолжаю инвестировать ежемесячно, потому что мне важно развитие стабильного этого проекта. И действительно это становится для многих одним из смыслов жизни. И сегодня мы выводим на рынок четыре направления, дорогие друзья. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт. И то направление, которое появилось совершенно недавно, я бы сказал, чуть более семи месяцев назад легкий прогулочно-спортивно-экскурсионный транспорт. Зародилась сама модель рынка и воплотилась в том, что в голове Анатолия Эдуардовича было давно, но при потребности рынка, при уральской потребности рынка. Это произошло на одной из уральских конференций. Я могу сказать, что просто нам задали вопрос. У вас есть городской пассажирский транспорт, у вас есть высокоскоростной транспорт, а есть что-то между ними. То есть легкий прогулочный для туризма. Спортивной концепции у нас еще не было. То есть это уже была доработка с помощью видения и идеи Виталия с Магадана. И естественно, Анатолий Эдуардович вспомнил одну из идей, которая была ранее. То есть это запитывание аккумулятора от 1 до 3 местного прогулочного спортивно-экскурсионного модуля транспорта, просто крутя педали. На сегодняшний день это реальность, дорогие друзья. И уже построен в рабочем не образце, но в рабочей машине Unibike. И можно было его лицезреть уже на выставке Inotrans 20-23 сентября, потом уже на выставке в Республике Беларусь. И соответственно уже то, что касается выставки 30 ноября, которая пройдет как транспорт России, мы будем находиться, наш стенд будет находиться возле Министерства транспорта Российской Федерации, именно тенда их. И сегодня я могу сказать, что уже в то время не будет представлено в реальных образцах, в реальном масштабе наших модулей. Они будут находиться уже в движении на тот момент и эксплуатироваться, тестироваться фактически каждый день на Экотехнопарке с 29 ноября. Произойдет соответственно первый технический прогон. И это не какая-то фешенебельная демонстрация, это то, что было запланировано. И самое главное увидеть, что действительно это может быть в движении, действительно это функционирует, действительно струны не рвутся, ничего не падает, опоры выдерживают. И действительно то, что декларировалось, то демонстрируется. К этому мы шли, дорогие друзья, с 2013 года, с начала развития краудинвестинга. И собственно к этому мы пришли вот фактически через три года, дорогие друзья. Если говорить про строительство Экотехнопарка, то Экотехнопарк строится вообще чуть больше года. И невозможно себе представить того примера иного, который можно достичь в инновационной прорывной индустрии, как транспорт второго уровня. Давайте сравним и вспомним, сколько, допустим, строился и проектировался Boeing. Сколько средств было вложено. То есть это десятки миллиардов долларов, как минимум было вложено. И об этом еще на первых вебинарах. Да, было время, дорогие друзья, когда первые вебинары вещал Анатолий Эдуардович Юницкий. Сейчас это осталось в хронологии, сейчас это задокументировано, потому что у меня был специальный человек, который конструктор Skyway Technologies Corporation когда-то сам вел вебинары. И, дорогие друзья, это такая же история, как когда-то Стив Джобс обзванивал своих потенциальных клиентов для покупки первой партии MacBook'ов. И, соответственно, мы видим, во что переросла корпорация Apple. И я могу сказать, что огромная команда собрана технических специалистов. Что касается именно руководителя технической части, ее исполняет замечательный человек Александр Сергеевич. Соответственно, это тот человек, который занимался производством ее мобилей. Все помнят эту концепцию. Это господин Сенкевич. И сейчас вот такие метры действительно автомобильной индустрии. Транспортные индустрии работают в ЗАО струнные технологии над созданием подвижных составов. И они удивляются, каким образом Анатолий Эдуардович умудрился достигнуть в своих расчетах коэффициента динамического сопротивления, который намного больше, чем у современных спортивных автомобилей. Про Bugatti Veyron мы даже не будем говорить. То есть коэффициент динамического сопротивления современных Мерседесов уже от 0.22, у Bugatti Veyron 0.43, а у нашего подвижного состава до 0.035 возможно. И скорее всего эта цифра еще будет улучшаться, потому что нет предела совершенству, тем более технологическому совершенству. И вы видите то, что наш подвижной состав будет перемещаться на втором уровне. Аэродинамика сразу будет увеличиваться в два раза. И перемещение стальной, стальное колесо по стальному рельсу. Я могу сказать, что коэффициент полезного действия при подобном перемещении именно колеса 99%. То есть это максимально эффективный по сравнению с поездом на магнитной подушке, по сравнению с железнодорожным составом при перемещении конического колеса. По сравнению естественно с пневмашиной, там вообще просто ни в какие рамки сравнения невозможно уместить технологию Skyway. И соответственно из-за высокой аэродинамики, из-за того, что сейчас мы преодолеваем сопротивление воздуха максимально эффективно, происходит значительная экономия как топлива, так и материалов при строительстве и эксплуатации. То есть если переводить на топливный эквивалент, то 100 грамм на пассажира возможно при расходе. Если переводить на энергию, то примерно полтора киловатта будет расходовать соответственно Unibike. И если переводить на топливный эквивалент, то это 0,35 литров. Вдумайтесь в эту цифру. 0,35 литров будет расходовать подвижной состав, который будет перемещаться со скоростью современного спорткара, будет иметь комфортное перемещение на уровне современных спортивных люксовых брендовых автомобилей. И соответственно этим транспортом смогут пользоваться действительно все люди на планете Земля, потому что как когда-то Генри Форд создал народный автомобиль первого уровня, Анатолий Эдуардович задает тренд на народный электромобиль, на стальных колесах, по стальному рельсу, по струнной путевой структуре. То есть народный автомобиль второго уровня. И мы даже себе не представляем, насколько много опций впитает в себя это направление. И соответственно сама концепция струнного транспорта, сама концепция струны является сама по себе очень серьезным ноу-хау. То есть вы видите, в сердцевине находятся стальные рельсы, предварительно напряженные, закрепленные на концах опор. И далее идет их закрепление, омоноличивание спецбетоном, сделать долговечной конструкцию, максимально ее упрочнить и максимально снизить шумовой эффект. Ну что говорить про то, что даже сейчас испытания, которые происходят на подвижной на производственной площадке наших подвижных составов, они и то оказывают намного меньшее влияние шума на наши уши, чем допустим современные автомобили. Я молчу уже о железнодорожных подвижных составах. И действительно технология впитала в себя множество ноу-хау, несмотря на простоту, несмотря на виртуозность и грацию решений, несмотря на технический инженерный минимализм, как выражается Анатолий Эдуардович Юницкий. Но, дорогие друзья, все не имело бы абсолютно никакого смысла и значения, если бы мы не начали строительство экотехнопарка. И я хотел бы, чтобы все запомнили буквально несколько дат. То есть это июнь 2015 года. Соответственно, это договор аренды земельного участка в городе Мариной Горки. Далее, соответственно, в январе были установлены промежуточные опоры. 1 сентября, соответственно, был вырыт первый котлован первой анкерной опоры. И буквально за год произошло настолько сильное преображение экотехнопарка. И это произошло только благодаря правильно выбранной схеме инвестирования, финансирования технологии. То есть народное финансирование и система краудинвестинга. И если посмотреть то, что произошло буквально вкратце, 23 апреля мы видим уже реально действующий наш интеллектуальный струнный забор, интеллектуальное струнное ограждение. И это действительно была серьезная заслуга также и в нас всех. То, что у нас даже ограждение нашего экотехнопарка является струнным и интеллектуальным. И, соответственно, в мае началось запараллельное строительство. Вы видите установку бетонной подготовки под фундамент второй анкерной опоры и выгрузка первых сборных фундаментов столбчатых легкой городской транспортной системы. То есть легкой городской пассажирской трассы, которая будет универсальной. Как для юнибусов, способных обеспечить пассажиропоток на уровне современных метро, современных концепций воздушного метро. И это действительно то, что необходимо на сегодняшний день в современных мегаполисах. И, соответственно, уже в июле началось строительство запараллеленное строительство грузовой струнной транспортной системы. И сейчас, дорогие друзья, я могу сказать, 9 ноября фактически осталось несколько недель до демонстрации в движении технологии. Мы уже продемонстрировали наши подвижные составы в неподвижном состоянии в Берлине. Это оценили руководители многих серьезнейших, крупнейших корпораций, как Симонс, как Кавасаки, как различные фуникулерные компании. Там были заключены адресные проекты с Филиппинами и с другими странами. И, соответственно, сейчас мы подходим к тому, что вроде технологии федерации в феврале признала технологию перспективной и рекомендованы к применению. И, соответственно, также инновационные. И, дорогие друзья, все больше и больше стран проявляют интерес уже не на уровне тех инвесторов, которые голосуют рублем, которые, может быть, просто регистрируются в проекте. Потому что зарегистрировавшись в проекте пока что можно получить минимальный пакет обязательств, но проявляют уже интерес на высшем уровне. Потому что за год мы действительно сделали и делаем, дорогие друзья, невозможное строительство целого экотехнопарка. И если детищем пятого технологического уклада была силиконовая долина, то у нас будет своя долина, свой действительно природный экотехнопарк, растущий, цветущий сад. Несмотря на то, что будет испытана целая технологическая цепь как и трасс, так и подвижных составов. И мы докажем то, что транспорт может быть экологичным. И то, что сейчас вы видите на картинках, ранее было только визуализации, дорогие друзья. Сейчас это абсолютная реальность. И только благодаря этим аргументам я считаю, что максимальный аргумент это строительство. Это то, что мы идем по планам. Да, действительно, нас чуть-чуть сбила с толку Литва в свое время, но мы выпрямились, встали и пошли дальше. Как действительно корпорация, имеющая планы на применение своей технологии на мировом рынке. И если 29 ноября мы уже будем демонстрировать в движении городской пассажирский транспорт и легкий прогулочный транспорт, то буквально через 3-4 месяца будет демонстрация при достаточном финансировании, всегда я подчеркиваю это слово, грузовой струнной транспортной системы. И далее уже через 5-6 месяцев наши юнилеты понесутся по струнам в идеале уже после испытаний, после достижения максимального эффекта со скоростью минимум 500 км в час. Но обо всем по порядку. О взгляде с высоты прожитых лет в проекте SkyWay 16 лет расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков, ведущий макроэкономист, прогнозист, футуролог и просто тот замечательный человек, который не останавливался и развивал проект более 16 лет и я думаю будет развивать... Заодно еще запускаем перископ. У нас теперь тут куча маст-медиа. Перископ пока используем как свое телевидение. Приветствую друзья, кто только присоединился. Там Андрей с Екатеринбурга, все права включены, поэтому как только будут засланцы сделать свое грустное дело, будем на них реагировать достойно. Поэтому друзья, сегодня среда, традиционный технико-экономический день вебинара. Мы с Алексеем уже не один год ввели для себя эту традицию, стараемся ее как-то не нарушать, где бы мы ни находились. И вы помните, мы ввели из комнаты отдыха в городе Варченицка, из завода, из гостиниц, из выставок, из Берлина, прям проводили из нашего Юнибайка и Юнибуса вебинара. И то ли еще будет, друзья, вот что-то, что-то мне подсказывает, то ли еще будет. И это значит, что работа идет, проект развивается, и мы стараемся эту традицию все-таки не нарушать, как бы это тяжело не было, особенно в походных условиях. Но, друзья, здесь, я могу сказать, бывают, конечно, накладки, когда, допустим, две недели назад мы вечерний вебинар не смогли провести, потому что мы с Адрианом и с Ниной снимали именно подготовительные ролики к подготовке уже прогона 29 числа. И в ближайшее время, вот сейчас репортажи, прям перед нашим вебинаром вышел репортаж Михаила Кириченко. Я, Алексей, Адриан и Нина, мы рассказывали о скайфитнесе, о новом направлении, вот я думаю, репортажи вставят, мы об этом еще поговорим обязательно. Это целое новое такое направление. И как раз эта подготовка идет уже к 29 ноября, когда это не презентация, это не какая-то шоу-демонстрация, это промежуточный технический прогон, на который мы приглашаем ряд инвесторов, которые хотят убедиться и своими глазами увидеть, что технология развивается, что она существует, что она находится на определенной стадии, и эта стадия сегодня позволяет увидеть уже действующую технологию. Мы, друзья, к этому сейчас подошли. Видите, сейчас особенно для новичков или тех, кто проект, или те, кто больше, друзья, мы все-таки вводный технико-экономический вебинар ориентируем не на самих новичков, не на самих, кто только зашел в проект. Они могут обратиться, поискать информацию, а те, кто доводит информацию до новичков. И мне очень много задают вопросов, с чего начать, что показать, как представить крупному инвестору, как презентовать чиновнику. И как раз вот эту цель мы, друзья, преследуем. С Алексеем мы каждый раз рассказываем, и мы, друзья, не попугая для того, чтобы каждый раз, и поверьте, что это довольно-таки тяжелая работа, когда надо постоянно рассказывать одно и то же. И это не тот вебинар, где можно комментировать, рассказывать именно новости, которые у нас являются следующим с 20 часов технико-экономическим вебинаром. А это все-таки определенная работа, и мы ее одно время уже готовы были отказаться, но по просьбам, по общениям мы все-таки пришли к тому, что мы вебинар будем проводить. И для того, чтобы вы смотрели, как надо доносить информацию, то есть, вы видите, у Алексея уже фактически до автоматизма доходит сейчас вопрос, как аргументировать, какие факты приводить, какой последовательности вводить. И это, друзья, тоже очень важно, это дорогого стоит, и мы, это в том числе и большая тренировка для нас, вот с Алексеем, поэтому сейчас я, наверное, для Алексея, и очень многих я уже знаю, их профессиональных наших партнеров, которые днем и ночью разбуди, и он сразу с вами профессионально и очень доходчиво и четко расскажет, что такое Skyway. Вот у нас была такая очень интересная встреча и находка, где-то вот 4-5 месяцев назад мы с Франчишском познакомились, с Солором из Словакии, сегодня это крупнейшая структура, это крупнейшие инвесторы, это те, кто приводит и приносит сегодня наибольший вклад в развитие технологий. Сейчас следом идет развитие Чехии, Словакии, Польши. Вообще сейчас структура инвестиций резко меняется. Если еще год назад 90 на 10 это были, основном, российские, ну там частично Белоруссия, Украина инвестиции, то сейчас все идет к тому, что уже более 60-70% дают западные инвесторы, и этот темп все больше и больше увеличивается, потому что инвесторы на Западе, особенно они не понимают, что такое инвестировать 100 долларов, 200 долларов, мы видим переговоры с очень многими инвесторами в Германии, вот там начальный объем инвестиций это от 10 тысяч евро, они меньше не рассматривают. Но естественно, друзья, чтобы принять решение инвестировать 10 тысяч евро, надо полностью обладать информацией, надо разбираться, смотреть, и вот мы сейчас, вот на следующей неделе мы опять с Алексеем влетаем в наш вот этот клуб инвесторов, где собираются немецкие инвесторы, именно для того, чтобы планомерно показывать, рассказывать проект. И за то, что это время, что вот мы уже полгода ведем с ними работу, за это время уже появлялись интернет-проекты, хайпы исчезали, кто-то уже давал прибыли, потом уходил в небытие, а мы постепенно развиваемся, и мы тут показываем, и сейчас вот как раз это начинает приносить результаты, немецкие инвесторы все больше и больше начинают верить Skyway, верить в развитие, и очень важная веха была, это Берлинская выставка, которую провели и показали, что технология существует, и родилась вот эта очень красивая дискон, да, дискон для Европы такой же, я параллельно в перископ отвечаю, формула была для немецких инвесторов, что когда придете на выставку, она 40 гектар, там порядка 3700 компаний было выставлено, 40, сейчас скажем, 27 павильонов, вот, и найти довольно-таки сложно, и поэтому у нас был прям сценарий, что находите девочек, которые ведут к Skyway, а, извините, это по Фрейду оговорка, которые ведут к Сименсу, мы своих пока еще там волонтеров не ставили, вот, а по Сименсу там везде были указатели, везде раздавали флайеры, вот, и когда вы приходите на стенд, самый большой стенд Сименс, его видно из любой точки павильона, вы подходите к Сименсу, с левой стороны у вас находятся Кавасаки, с правой стороны у вас находятся Хитачи, вот, а посередине будет Skyway, ну, мы в углу, был самый маленький стенд, нас это нисколько не смущалось, да, у нас всегда было больше всего народа, вот, поэтому для немцев, те, которые сегодня входили только в этот проект, никто не верил, что мы будем там выставляться, и когда действительно выставились, и мы действительно вошли, во-первых, в топ-50, во-вторых, наш признан самым посещаемым, интересным стендом, вот, это друзья, как результаты, во-вторых, мы получили признание очень многих менеджеров, которые просто смотрели, приходили, удивлялись, каким образом русские, которые, они не русские, мы всегда говорили, это Белая Раша, вот, не Раша, а Белая Раша, это особенно интересно было с вице-президентом Сименсом, когда он спросил, что вы увидели, я увидел макеты, а когда вы покажете действующий образец, и когда ему Виктор Бабыров сказал, что это и есть действующий образец, он прямо отсюда едет на испытание, он был очень удивлен, потом он спросил, ну, там, пропускная способность и так далее, но когда он услышал о том, что пролеты, которые будут демонстрироваться, они будут 200, 400, 200 метров, то есть это фактически мост 800 метров с двумя опорами промежуточными, вот, и, а дальше, на следующий год уже будет продемонстрирована путевая структура с пролетом 800 метров, а потом полтора километра, и все это на следующий год, то, конечно, был очень сильно поражен, и весь вопрос, когда это можно увидеть живьем, вот, поэтому процесс ожидания мы создали очень высокий, то есть сегодня очень много крупных инвесторов, фондов, банкиров, кто-то приедет, но там будет очень ограниченный круг людей, это просто мы так по договоренности договорились, что, ну, Анатолий Дадж поставил такое условие, что не больше 15-20 человек будет именно на этой первом, первом техническом прогоне, и опять же, друзья, это не презентация, это сегодня прилетает делегация с Австралии во главе, ну, там, не во главе, а прилетает Ротхуд, который возглавляет управляющую компанию в Австралии, прилетает один из сенаторов Аделаиды, где планируется первый адресный проект, и ведущий эксперт Аурикона, это крупнейшая компания, которая с нами сегодня находится в партнерских отношениях, у нас с ними договоры совместной деятельности, который проектирует высотные здания, уже совмещенные с анкерными опорами Skyway. Вот, также будет управляющая компания Skyway Canada, которая создана, по-моему, в Монреале, могу ошибиться, вот, будет руководитель и очень ближайший такой соратник сегодняшнего премьер-министра Канады. Будет Skyway Houston, то есть это американская управляющая компания, которая проектирует сейчас в Неваде и первый экотехнопарк, и, соответственно, уже первый адресный проект в Ваде. Будет компания, которая продвигает проект сейчас очень серьезный, это по линейному городу и целая экосистема в Израиле, недалеко между Элладом и сейчас тоже не могу сказать точно, это мы как раз все будем уточнять уже 29 ноября. То есть соберутся инвесторы, которые готовы рассматривать, которые будут делегации с Филиппин, с Индией, хотя вот с Индией тут тоже вопрос. Ну, друзья, давайте, как бы, это, опять же, вопрос третий, исходя из того, что определяется круг тех людей, которые готовы запускать сразу адресные проекты и выступать с заказчиками, инвесторами для того, чтобы увидеть и показать, когда будет продемонстрировано. Поэтому технические прогоны будут прямо там, мы будем рассказывать, показывать, а параллельно будет вестись монтаж уже первого разгонного участка для скоростной дороги Skyway. И за следующий год, Антон Дуанчук, мы с вами обсуждали, что он говорил, очень большая ответственность сегодня и на инвесторов, и на инвестиционные фонды, что за следующий год планируется построить порядка 17 километров уже скоростной дороги и еще трех веток тех направлений, которые сегодня монтируются. И это объем инвестиций как минимум где-то будет в 10 раз больше, чем за этот год. Поэтому нагрузка будет очень серьезной. Мы, конечно, рассчитываем и понимаем, что приходят сейчас все более и более крупные инвесторы, крупные фонды. Но при этом, друзья, работа по краудинвестингу, она ни в коем случае не будет остановлена, она наоборот будет выходить все на новый и новый горизонт, и мы готовы предложить сегодня новый концепт запуска адресных проектов с использованием краудинвестинга именно на посевной стадии. Поэтому, друзья, много что будет интересного и много что будет по развитию. Поэтому, друзья, анонсируя несколько темы второго вебинара, то есть мы сегодня вынуждены, к сожалению, несколько уделить время злопыхателям, троллям и просто сегодня людям, которые уже мешают проекту, это иногда делать надо. Но все это будет в логике развития и в логике того, что это все активизируется благодаря тому, что мы подходим действительно к демонстрации технологий, мы подходим действительно к запуску проекта, мы подходим действительно уже к тому, что технология начинает восприниматься на очень серьезном уровне. Естественно, что это очень многим не нравится, нам пытаются сегодня мешать на разных уровнях. Это и уровень конкуренции, и уровень зависти, и уровень, друзья, еще не надо забывать, что сегодня есть очень жесткое противодействие между старым и новым развитием. И это тоже, друзья, очень жесткая и очень серьезная борьба. И мы к этому подходим, мы это понимаем, мы этого нисколько не боимся, то есть, знаете, как говорится, волков боятся в лес не ходить, поэтому мы идем, развиваемся. И сегодня на полных оборотах, я могу сказать, широко-широко, мы подходим уже к техническим прогонам, демонстрации, потом будут ряд презентаций, которые будут идти в таком практически еженедельном режиме, потому что я уже сейчас знаю ряд делегаций, которые планируют приехать даже после 29 ноября, они приедут в начальных числах декабря, потом в середине декабря, ближе к концу декабря, когда будут уже, не сказать индивидуальные, но это будут крупные инвесторы, для которых будут проводиться уже индивидуальные такие работы. И, соответственно, сейчас начинается очень большая работа уже с потенциальными заказчиками и именно адресными проектами. И вот тут в дневном вебинаре мне вопросы задавали, что откройте тайну, куда улетел Анатолий Дуарович Единицкий с Бабуриным Виктором, сразу говорю, что я не открою этой тайны, и могу сказать, что ведутся переговоры с крупнейшими сегодня компаниями, фондами по адресным проектам Юго-Восточной Азии. То есть это единственное, что могу сказать. И Виктор сегодня настолько, тут уже Алексей сказал в водной части, что настолько уже сейчас интенсивно идет работа, что первый вопрос, когда он звонит или пишет, который говорит, что «А ты сейчас где?». Мы тоже с Алексеем очень много перемещаемся, но мы больше так по России, странам СНГ, сейчас вот страны Восточной Европы, вот сейчас вот добавилась Англия, Австрия и Германия, Австрия, и сейчас вот еще Испания очень активна, то есть практически каждый месяц презентации планируется проводить в Пальморо-Майорке, потому что там собирается именно такой пул инвесторов, которым надо вести работу. То есть это тоже то, что сейчас набирает обороты, и то, что сегодня. Это то, что касается, друзья, для тех, кто только вошел в проект, кто только пишет вопросы, вопросы «это хайп, это пирамида, это здесь», здесь я могу сказать, друзья, без всякого смущения, без всякого вопроса, что это не хайп, это не пирамида, а для тех, кто ведет презентации, друзья, я как раз всем начинаю сейчас отвечать, что, друзья, 29-го числа будут сняты репортажи, 29-го будут сняты фото сессии, и, соответственно, друзья, берите этот пакет, и первое, когда новичку даете, говорит, вот смотрите, с чего мы вам предлагаем начать, то есть что сегодня уже существует. И это, друзья, уже презентация технологии, которая существует. А потом уже можете рассказывать, какие возможности заложены в Skyway, что это сегодня несет, что это делает, как это работает, что это дает каждому, кто входит на сегодняшнем этапе, что это дает в развитие там и экономики, и цивилизации в целом. Это, друзья, уже следующий вопрос. А начинать надо будет всегда с фотографий и с видеорепортажей с 29-го ноября, который вы в ближайшее время, друзья, как раз увидите. И это единственный и неповторимый свидетель, и то, что разводит и решает все проблемы, это реальная, друзья, демонстрация. И почему мы сейчас об этом говорим? Потому что мы к этому подошли, мы к этому усиленно и очень непросто, друзья, шли. И сейчас можно сказать, что пройден этап выставки в Берлине, пройден этап сейчас подготовительных, предварительных испытаний, именно цеховых, стендовых испытаний. Сегодня идет полным ходом этап уже испытаний полевых, и в ближайшее время мы с вами увидим результаты уже этих испытаний, и тогда мы уже с вами можем четко сказать, друзья, мы прошли этот этап, у нас как горизонт цели открываются следующие, мы ни в коем случае не останавливаемся, мы идем, потому что у нас объемы привлекаемых инвестиций и выполняемых работ только увеличиваются, адресные проекты только расширяются, география работы растет в геометрическом прогрессе, значит, сегодня 102 страны, а по-моему, Женя Кудряшов мне уточнял вчера, что уже больше, на прошлую неделю было 102 страны, это инвесторы, из которых находятся уже в проекте, мы не ведем сейчас статистику, но уже явно более 700 тысяч людей, которые в проекте, и более 150 тысяч, которые являются инвесторами, это, друзья, хороший результат за 2,5 года работы, и очень отличный результат за те полтора года, даже меньше полтора года, которые ведутся непосредственно полевые работы, поэтому, друзья, есть что показать, есть что сделать, поэтому традиционная фраза, которую я говорю, прежде чем перейти к второй части, когда мы показываем ряд репортажей, наиболее актуальных на сегодня, что для тех, кто первый раз услышал, вы получили исчерпывающую информацию, и вам неинтересно, вы для себя приняли решение, что вы не участвуете в проекте SkyWay, я с вами прощаюсь, друзья, мы все равно все будем с вами через какое-то время хотя бы общаться на уровне пассажиров, мы будем соинвесторами этого проекта, вы будете ее пассажирами, какое время для этого пройдет, покажет только время, вот, а для всех остальных мы переходим в следующую часть, и еще я прошу всегда, то есть это уже фраза, которая звучит в обязательном порядке, что мы с вами должны, друзья, принять очень четко и осознать, что за последние 15 лет мир изменился радикально, кто будет говорить, что не изменился, я не поверю, вот, так вот, надо привыкать к мысли, что за ближайшие 10-15 лет мир изменится еще более радикально, именно благодаря технологии, именно благодаря той работе, именно благодаря тому, что мы с вами, друзья, делаем, и если кто-то сейчас к этому относится скептически, если кто-то не верит, то, друзья, время это тот ресурс, который есть у всех, и который выровнит и расставит все на свои места, поэтому, так же, как, друзья, мы три года назад декларировали, что мы сделали, вот мы это сделали, сейчас мы декларируем, что будем показывать, и мы это покажем, и, соответственно, сейчас уже очень много переходит в то, что мы сначала делаем, а потом показываем. К сожалению, вот эти два года у нас не было такой роскоши, потому что мы сначала декларировали, что мы будем делать, потом мы привлекали туда инвесторов, партнеров, и только после этого у нас была возможность это реализовывать. Это, друзья, неимоверно сложная работа, это неимоверно огромная ответственность и на генеральном директоре, и на генеральном конструкторе, и на всем коллективе, потому что сроки, которые были к берлинской выставке, они просто, друзья, работали в круглосуточном режиме, без всяких выходных, и этот режим был почти 4 месяца. Сегодня не менее жесткая система идет по подготовке уже первых прогонов и уже тестовых именно демонстраций в экотехнопарке, поэтому тоже все идет в очень жестком режиме, но, друзья, других вариантов у нас нет, потому что это единственное, что мы можем показать и отчитаться, это действующие образцы и действующие модели. Потом, может быть, будет другая ситуация, и я надеюсь, что мы дойдем до того времени, когда мы можем сначала изготовить, сделать, испытать и показать уже готовую, испытанную продукцию. Сегодня, к сожалению, у нас такого времени и такой роскоши нет, но, исходя из того, что сделано, и из того, как идет, я могу сказать, что пока, и я уверен, что так будет и дальше, и генеральный конструктор, и весь коллектив с этим вполне справляются. Поэтому, друзья, как всегда, небольшой перерыв. Сейчас буквально на несколько минут за это время пройдут наиболее актуальные репортажи, а мы с вами потом дальше будем двигаться уже с точки зрения подготовки и к анализу 29 ноября, когда мы...